Путешествуйте! Это того стоит! Здесь побывал Колумб. Эти острова находятся посреди необъятного океана. Киты, дельфины, бескрайние поля, леса, вулканы, парки, восхитительные виды. Новозеландские пейзажи в центре Атлантики. Одно из самых экологически чистых мест на планете. Привет! Вы на канале Страны Мира. Спасибо, что включили. Побываем на Азорских островах. Обязательно досмотрите ролик до конца. Подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Азорские острова представляют из себя архипелаг из девяти островов, принадлежащих Португалии. Где же все это находится в полутора тысячах километрах от Европы и в двух с половиной тысячах километрах от Канады. Это, конечно, не самое удаленное населенное место от материков. Какими являются Тристанда Куни. Но тоже можно сказать край географии. Как сюда добраться, спросите вы. Прямые рейсы сюда летают из крупных европейских городов. Для посещения необходима шенгенская виза. Немного историй. Точная дата открытия островов неизвестна. Однако, предположительно, в девятом веке здесь высаживались викинги. На картах они появляются в тринадцатом-четырнадцатом веках, но остаются необитаемыми до пятнадцатого века. Затем их колонизируют португальцы. В семнадцатом веке острова становятся центром торговли между Европой, Индией и Америкой. При этом, они подвергаются постоянным нападениям пиратов. В 1976 году острова становятся автономным регионом Португалии. Климат. За всю историю наблюдения тут не было зафиксировано ни снега, ни заморозков. Климат здесь довольно мягкий. Температура воды вблизи островов в течение года находится в диапазоне от 16 до 25 градусов Цельсия. Когда-то Азоры поставляли в Европу апельсины, а теперь это, что бы вы подумали, ананасы. Местные ананасы самые низкокислотные в мире. Кроме того, на островах выращивают и изготавливают чай. Безопасность. Тут практически нет преступности. Можно оставлять вещи на пляже, носить с собой последний айфон. Никому до твоих сокровищ не будет дела. Кстати, общая численность населения островов – 250 тысяч человек. Валюта евро. Некогда в обращении были Азорские Реалы и Португальский Эскуда. Центральное отопление в домах не предусмотрено. Собственно, к островам. Флориш. Остров с населением 3800 человек. С недавнего времени тут нельзя родиться. Необходимо добираться до соседних Сан-Мигеля или Фаяла. Этот небольшой остров целиком является достопримечательностью. Туристов сюда привлекают местные пейзажи. Это голубые озера с берегами, покрытыми изумрудной зеленью. Водопады. Яркие цветы. Семь озер находятся в кратерах потухших вулканов. Особого внимания заслуживает голубое озеро. Место очень живописное. Скалы Роша Дос Бордос. Это группа огромных базальтовых глыб, напоминающих трубы органа. Скалы покрывают мхи, лишайник и прочая растительность. Объект признан памятником природы, правительством Азорских островов. Водопад Рибера Гранде. Это целая группа водопадов. Всего их около 20. Место окружено пышной растительностью. Рибера Гранде является самым примечательным водопадом. Впечатляющий 300-метровый каскад воды. Целиком его можно увидеть со смотровой площадки. Самым крупным островом Азор является Сан-Мигель. Особых достопримечательностей на нем нет. Интерес представляют тротуары, выложенные плиткой причудливых узоров. Собственно, вот. Например, аллея звезд. Плитка повсюду. Не только на земле, но и на стенах домов. Дороги на острове напоминают парковые зоны. Азоры вообще напоминают парк и фареры. А неофициальное название Сан-Мигеля – зеленый парк. Особого внимания заслуживают леса. Да, часть из них вырубили и завезли новые деревья. Но есть и охраняемая зона реликтового леса. Но не все так гладко. Из-за влажности тут много плесени на зданиях. Содержание котов облагается налогом. Да и погода очень изменчива из-за Атлантики. Туризм на островах стремительно развивается. Как и инфраструктура. В то же время, есть и такие своеобразные достопримечательности. Отель Монте Пелес, который был открыт всего один год. С 1989 по 1990. Закрылся он из-за низкого потока туристов. Тем не менее, китайские инвесторы планируют восстановление отеля. Виды отсюда просто потрясающие. В кратере потухшего вулкана находится городок Сети-Сидадиш. С населением 850 человек и одноименное двойное озеро. Выглядит оно, как два разделенных водоема, так как цвет воды отличается. Местные называют их синее и зеленое озеро. На Азорах развивается геотермальная энергетика. И большое количество горячих источников. Все благодаря соседству с вулканами. Вулканы создают настоящие шедевры. Одним из них является необитаемый остров. Рядом с городом Вилла Франко де Кампа. С воздуха трудно поверить, что это не рукотворное сооружение. Кальдера радиусом 150 метров и глубиной в 20 метров. Летом используется как пляж, защищенный от океанических волн. Посмотрите, какие крутые парки. Парк Терра Ностра. Папоротники, вечно зеленые тропические растения, камелии, гортензии и многое другое. Парк примечательным также озером Фурнас с его горячими источниками. У воды красноватый цвет, ее температура составляет 40 градусов. Купание в озере считается полезным для здоровья. Еще одной достопримечательностью парка является Терра Ностра Гарден Хотел. Этот отель был открыт в 1934 году и известен на весь мир. Изюминка – местная кухня. Блюда готовятся в подземном вулканическом песке. Продукты раскладываются по специальным емкостям и ранним утром помещаются вглубь земли на берегу озера. К полудню их достают и подают на стол. Красивые виды доступнее со специально оборудованных смотровых площадок. Есть даже зоны для барбекю. Между островами действует паромное сообщение. Но многие пользуются самолетами, которые из себя представляют своеобразные маршрутки с остановками. Одни выходят, другие заходят. Остров Фаял. В середине прошлого века самолеты использовали остров как место для заправки при перелетах через Атлантику. Сейчас здесь встречаются яхтсмены. И есть одна интересная традиция. Каждая заходящая яхта должна оставить о себе на память рисунок. И их уже несколько тысяч. Они везде. На рисунке указываются названия яхты, год посещения и имена членов экипажа. Часть рисунков для сохранности заливают воском, а кто-то выкладывает их... Да-да, плиткой. На острове расположен вулкан и маяк. Вулкан примечателен тем, что в конце 50-х годов прошлого века извергался более года. В результате география острова изменилась. Он стал длиннее на несколько километров. О прежней протяженности острова можно судить по маяку. Раньше он стоял прямо у океана. К кратеру вулкана можно подняться пешком. Под маяком сегодня организован музей. Здесь можно узнать все подробности извержения, ознакомиться с картой вулканов мира. Но это не все. В здании кафе есть музей Scream Show. Это искусство гравировки на кости с подкраской рисунков. В основном им занимались китобои в 18-19 веках. Остров Пику примечателен одноименным вулканом. Его высота 2,350 км, а под воду он уходит на 6 км. Это гора с самой большой подводной частью, что отмечено в книге рекордов Гиннесса. Диаметр вулканического кратера полкилометра, глубина 30 метров. Это действующий стратовулкан. Последнее его извержение было в 1963 году. Издалека он выглядит волшебно, окутан облаками, поэтому кажется, что гора парит в воздухе. Забраться на нее можно за 2-4 часа, в зависимости от физической подготовки. Преодолев половину пути, туристы попадают к дому лесника. Здесь надо оставить небольшую плату, взамен которой показывают 10-минутный тематический фильм и выдают GPS-трекер. На обратном пути выдается датированный сертификат, отличный памятный сувенир. Здесь же находятся виноградники, винодельческий ландшафт Пику, под защитой ЮНЕСКО и представляет собой настоящие лабиринты. Вино отсюда было обнаружено в погребах Николая II. Львиную долю вина, произведенную тут, купила именно Российская империя. Есть даже сорт вина «Царь». В вино не добавляется спирт, только естественное брожение. Каждый остров уникален, и говорить о них можно долго и много. Азорские острова – это настоящее чудо, которое непременно, при возможности, стоит посетить. Обзор подошел к концу. Благодарю за просмотр. Пока.